здравствуйте мои уважаемые зрители и подписчики моего канала сегодня у нас с вами встреча это канал мысли об истории как всегда для вас в эфире работает Олег итак друзья сегодня у нас 5 июля 2021 года почему я решил выйти в эфир сегодня сегодня было бы день рождения у нашего всем известного студента дятловца погибшего убитого Николая Владимировича Тибу Бринюли поэтому я не мог не выйти в эфир чтобы вспомнить этого человека все-таки сегодня день памяти его у него сегодня день рождения так скажем так поэтому давайте вспомним этого человека он был убит в составе группы дятлова в общем сегодня мы вспомним Колю Тибу родился Коля Тибу 5 июля 1935 года в селе Осенники Кемеровской области сейчас это город Осенники Шахтерский но тогда это было село в сентябре 1942 года как же когда уже шла война Коля Тибу пошел учиться в первый класс школа номер 8 осенника через год когда Коля учился во втором классе у него умирает отец 8 сентября 1943 года умер папа ему было всего лишь 57 лет болезни у Коли была сестра Елизавета и брат Володя Елизавета сестра его окончила в УПИ в Свердловске вышла замуж и в июле 41 она переехала на постоянное местожительство в город Кемерово получила работать в направлении инженером на Кемеровский коксогазовый завод где проработала всю жизнь до выхода на пенсию проживала Елизавета Тибу Бриньоль в Кемерово на улице Чикалова 2 квартира 12 это двухэтажный дом стоит до сих пор я его видел то есть я был в Кемерово видел этот дом он стоит до сих пор там всю жизнь прожила Лиза сестра Коля Тибу Коля заканчивает семилетнюю школу Кемерово школу номер 18 и продолжает обучение переходит в школу уже номер 12 то есть восьмой класс он пошел в школу номер 12 города Кемерово проживали они все на Чикалово 2 квартира 12 то есть в 8 класс он пошел в школу номер 12 у Лизы то есть мама там проживала после смерти отца Коли и сестра и Коля то есть втроем они жили в этой квартире мама Коли Анастасия Прохоровна работала преподавателем немецкого языка в школе номер 10 города Кемерово и работала там до самой пенсии в 57 году когда ушла на пенсию в 52 году Коля вступает в комсомол в 1953 Коля заканчивает Кемеровскую среднюю школу номер 12 получает аттестат и 17 июля подает документы в приемную комиссию УПИ о приеме на первый курс строительного факультета результаты вступительных экзаменов Коля Тибу математика устно хорошо, русский язык письменно 3 устные русские хорошо, физика устная отлично, иностранные устно хорошо, черчение хорошо, рисование отлично и 25 августа 1953 года приказом номер 590 Коля Тибу зачисляется на первый курс Уральского политического института на строительный факультет на специальность промышленное гражданское строительство, ну ПГС, все знают специальность Коля получает место в общежитии УПИ номер 5 и всю свою учебу, учебу проживал в этом общежитии прожил 5 лет первую учебную практику Коля проходил с 1 августа по 1 сентября 1956 года в качестве рабочего в Тресте Тагилстрой простым рабочим тогда еще студентом следующая производственная практика уже с 1 августа по 28 сентября 1957 года он уже был мастером по монтажу стальной конструкции на Уральском заводе тяжелого машиностроения Коля успешно учится и преддипломную практику он уже проходит в Тресте Уралстальконструкции тему дипломного проекта Коля выбрал такую секция сборочного цеха с пролетом 96 метров и верхнеподвесным транспортным ну верхнеподвесной транспорт имеется козловой кран, все вы видели в цехах по верху ездит детали перевозят тяжелые Коля защищает свой диплом 28 июня 1958 года обратите внимание то есть получается за год до гибели почти диплом Коля защищает на отлично и получает квалификацию инженер-строитель по распределению Коля остается Свердловский идет на работу прорабом в строительном тресте СМУ номер 89 то есть прорабом был сначала Коля проживал у своей тети Музафаровой а потом переехал в общежитие Треста то есть рабочее общежитие брат Николая Тибо погиб в Великую Отечественную был лейтенантом, офицером а за сколочной ранее у головы погибает Мама Коли 30 лет проработала в Кемеровской школе скончалась 13 мая 1978 года а сестра Елизавета Владимировна Тибо-Бринюль скончалась в 2001 году в Кемерово там и похоронена что интересно из родственников, потомков у Коли Тибо остались только двоюродные и троюродные братья и сестры и вот Майя Пискарева взяла интервью Анна Ермолаева это троюродная сестра Коли Тибо когда Коля погиб в 59-м когда его убили Анне Ермолаевой было всего 7 лет но она помнит прекрасно вот интервью Майя взяла у нее 21 ноября 2012 года Анна Ермолаева живая до сих пор в общем вот интервью с ней я сейчас зачитаю отрывки из этого интервью Майя Пискарева спрашивает Анна, скажите, а почему дата рождения Коли указана неверно на памятнике 5 июня Коля ведь родился 5 июля и четко пишет в своей автобиографии что родился 5 июля я видел этот документ отвечает Анна Ермолаева Майя, да мы знаем что правильная дата 5 июля это кадровик в УПИ допустил ошибку заполнять документы Майя Пискарева некоторые исследователи задаются вопросом почему семья Коли не потребовала корректировки даты на памятнике на Михайловском кладбище отвечает Анна Ермолаева Колин день рождения знали только мама и сестра тетя Лиза но могила Коли была в Свердловске они жили далеко в Кемерово мама Коли была очень больной женщиной измученной невзгодами и болезнями она даже не могла из-за болезни приехать на похороны Коли поэтому на похоронах Колю хоронила его родная сестра Елизавета и тетя сестра приехала из Кемерово в Свердловск ненадолго только на похорон она работала на заводе ее отпустили ненадолго она дала правильную информацию о дате рождения Коли потом она уехала памятники делались позже изготовили памятник ошибся и написал 5 июня вот так ошибка вкралась то есть сегодня друзья на памятнике Коли я туда цветы возлагал 15 мая все вы видели стоит неправильная дата рождения то есть Коля родился 5 июля а там стоит на надгробе 5 июня к сожалению вот Майя Пискарева приводит воспоминания Зиновьева студента Коля Тибо был очень популярным в студенческой среде ему иногда дарили редкие книги для того времени Коля был хорошим другом и щедро дарил нам эти книги да и давал почитать на 2-3 ночи познакомиться с очередной находкой букинистической что интересно воспоминания Юрия Фимовича Юдина о Коле Юрий Фимович говорит Коля был внимательным товарищем это такой замечательный товарищ друг такая у него судьба из репрессированной семьи а в экспедициях всегда был был очень внимательным когда я впервые поехал в поход выходного дня у меня в жизни даже не было рюкзака Коля был старше меня он заботился о людях и он подарил мне свой рюкзак сказал на Юре носи это был замечательный товарищ Юдин помнит Колю Тибу записала воспоминания Юдина уже так теперь что касается вещей Коли после его убийства в карманах ветровках был найден фонарик напоминаю перочинный финский нож финский нож я вам на стриме показывал фотографии слева у него висел на ремне и перочинный в кармане был компас все вернули его тете то есть есть расписка наручные часы победы вернули и семейные фотографии Майя Пискарева а Коли был в той экспедиции фотоаппарат Анна с какой марки отвечает Анна Ермилая у Коли был фотоаппарат очень хорошего качества его еще купил его отец Владимир Иосифович до ареста в Германии это был немецкий фотоаппарат следователь Иванов насколько я знаю рассказывала его тетя показал достал этот фотоаппарат показал Елизавете Иосифовне спросил это ваш фотоаппарат Елизавета ответила да это фотоаппарат Коли после этого следователь Иванов положил фотоаппарат сейф и больше Елизавета его не видела. Его ей так и не вернули. Вот обратите внимание. То есть фотоаппарат Коли Тибуа Иванов не вернул его тете. Хотя все вещи были возвращены. Меня лично всегда удивляло, что тетя Коли, Елизавета Музафарова, опознала двуручную пилу, как принадлежащую Коле пятиборчусь. Пила была в чехле. Рассказывает Анна. На Уровомаше, где жила тетя Елизавета Музафара, были старые дома, двухэтажные. В стене, в комнате и на кухне была печка в рост человека. Они топились с дровами. У Елизаветы был сарай, там она складывала дрова. Сосед Коли по комнате Белясов рассказывал, что Коля забрал эту двуручную пилу из инструментального цеха на работе. Коля пришел с этой пилой домой к своей тете Елизавете и помог ей напилить дрова, буквально перед походом. Создал ей большой запас. Целый день пилил, носил дрова в дровяник. Поэтому позже его тетя Елизавета Иосифовна так легко опознала эту двуручную пилу, ведь она сама держала в руках и помогала пилить дрова Коли. Напоминаю, эта пила была в палатке обнаружена, в чехле. Это пила Коли Тибу для пилки дров. Ее вернули его тете. Анна, скажите, а есть ли в семье какие-то воспоминания о событиях из детства, юности Коли и временах молодого специалиста? Рассказывает Анна Ермолая. Мне рассказывала мама, моя мама, она двоюродная сестра Коли. Коли в первый год своей учебы жил у тети, а потом, чтобы не стеснять ее, переехал в общежитие. Я же вспоминаю, как однажды Коли Тибу приехал нам в Каменск-Уральске. Напоминаю, что Каменск-Уральске это 80 километров от Екатеринбурга город. Кстати, там проходила практику и Зина Колмогорова. И вот родственники Коли Тибу жили там двоюродные. И вот Анна Ермолаева рассказывает. Я мне за... Ну, семь лет ей тогда было. Мне запомнился Коря, был очень милым, пообщался, пошутил со мной тогда семилетним ребенком и моим младшим братом Сергеем. Он привез нам из Свердловска новую замечательную детскую книгу «Тысяча и одна ночь». Я помню, что Коля был в костюме, в пиджаке, два кармана с пришитыми молниями. Такие куртки не продавались, а шили в семье. Этот пиджак шила ему его тетя Елизавета Иосифа Музафарова, которая очень любила Колю. Коля был веселым, общительным, он был очень изобретательным, любил шалости и шутки. И вообще запомнился нам детям, как очень веселый и добрый. Он таскал нас с братом Сергеем по квартире на руках, боролся с нами на полу, принимал участие в наших играх. Очень он нам тогда запомнился, дядя Коля. Скажите, Анна, были у Коли особые увлечения, вроде хобби? Отвечает Анна Ермолая. Самым главным хобби, насколько я помню, был туризм. Ему нравилось очень было ходить в походы. Ему просто нужно было время от времени выезжать в дикую суровую землю. Очень любил он походы. Также Коля очень любил читать книги и прекрасно рисовал красками. Майя Пискарева спрашивает, Анна, скажите, пожалуйста, а правда ли, что мама Коли просила его не ездить в эту поездку? Анна Ермолая, да, мама Коли умоляла его не ехать. Еще Коля тогда сказал, мама, в последний раз, в последний раз схожу и все. И мама отпустила его. Вот так сложилось. Так, напоминаю, значит, за свою жизнь студенческую Коля сходил в пять походов всего и был убит в шестом походе. В шестой поход его был. Причем в пяти походов в двух Коля руководитель, то есть водил группы. И вот последнее письмо Коли Тибо из Вежая, которое написал Лидии Александровне Григорьевы. Напоминаю, Лидия Александровна Григорьевы это лучшая подруга Зины Калмогоровой. Она жила в Каменск-Уральском тоже. Коля прекрасно ее знал, учился в УПИ, и Лидия Григорьева училась. И вот на сегодня Лидия Григорьева живая, проживает в Каменск-Уральском, отставить, извините, проживает в Усть-Каменогорске, в Казахстане. И вот тогда она в Каменск-Уральском проживала, и Коля ей извежая, направил последнее в жизни письмо, последние строчки, что Коля в жизни написал. Итак, Коля пишет, Лида, привет. Привет тебе из комнаты, полный сумок, палаток и всякой еды. Мы едем в поход. С большим вниманием выслушал твое письмо. Ты правильно описываешь ситуацию, это хорошо. Вот и все. Привет от нашего блуждающего братства. Подпись Коля Тибуа. Вот он написал ей. Ну а теперь о повреждениях у Коля. У него были множественные переломы височной кости с расширениями лобной и клиновидной костей, перелом черепа. Ну то есть это перелом основания черепа, если по-простому. Кроме того, у Коля был синяк на верхней губе с левой стороны и кровоизлияние на предплечье размером 10 на 12. То есть синяк на предплечье от удара был. И вот из отчета от вскрытия возрожденного. На основании обследования тела Николая Тибуа Бриньоля я считаю, что его смерть явилась результатом закрытого раздробленного перелома под давлением в области основания черепа и свода черепа с обильным кровотечением под кровью в мозговые оболочки мозговое вещество. Вышеупомянутые обширные скольчатые переломы основания и свода черепа имеют происхождение, являются ударом от воздействия большой силы с последующим падением смерти Николая Тибуа. Это вот возрожденный написал. Смерть Тибуа Бриньоля явилась следствием насилия. Судный адресер Возрожденный, прокурор Иванов, Судный адресер Чуркина. Когда Колю убили, ему было 23 года. Коля Тибуа был похоронен в закрытом гробу 12 мая 59-го года, там в Микарском кладбище Екатеринбурга. Все вы видели, мы когда туда приезжали на кладбище, цветы возлагали. Первая могила слева – это Коля Тибуа. Только дата написана неправильно. Коля Тибуа день рождения 5 июля, то есть вот сегодня. А на надгробии написано 5 июня. Ошибка. То есть я считаю, эту ошибку надо когда-то исправлять. Тем не менее, это несправедливо. Так, вот сегодня мы его вспоминаем. Коля, вы знаете, вот все его, кто обвиняет, кто говорит, что вот он был легкомыслный такой, а просто я, знаете, хочу спросить, а кто из вас святой? Пусть бросит камни, как говорится, кто святой. Коля был нормальным парнем, веселым, обычным парнем. Со временем, понятно, остепенился, женился и так далее. Просто был веселым парнем, со своими какими-то там недостатками, достоинствами. Но негодяем под лицом он не был. Он был очень хорошим парнем. Все его вспоминают только добрым словом. То есть подлости и зла он никому не делал. А то, что был веселым, он любил пошутить, я не считаю это каким-то недостатком особо. Главное, что он был честным и никого не обманывал. И подлости не делал. А веселился, все веселились. Ничего в этом страшного нет. Поэтому мы сегодня вспоминаем этого человека. Он был убит 23 года. Напоминаю, что Коля Тибо, скорее всего, убили первым, так как он был вторую половину дежурства, он дежурал вторую часть ночи и утра. Сидел у костра, ел кашу овсяную из кружки ложкой. Также подогревался чай. И вот возле костра он получил два удара. Сначала по предплечью попали, видимо, успел руку поднять, голову защитить. Второй удар, к сожалению, был смертельный. То есть, Коля Тибо упадал на снег. В общем, когда он уже упал, он был мертв. Удар был страшный. То есть, именно не оглушить, а именно убивали. То есть, удар был смертельный. Ну, все вы знаете, что по моей версии вы ударили этим предметом столярным, тесло, так называемый, для выдавления лодок. То есть, этот предмет как раз подходит. Именно под удар, следы говорят об этом на черепе, что этим предметом мог был нанести удар, смертельный, Коля был убит. Вот сегодня мы с вами его вспомнили, друзья. Николая Владимировича Тибо Бриньоли. Напоминаю, сегодня у него было бы день рождения. Я не мог не вспомнить этого человека. Хорошего человека. Так, фотографии вы посмотрите, каким он был парнем. Еще раз вспомните его сегодня. Надо вспомнить человека. Помянуть этого человека надо все-таки. Я считаю, это будет справедливо. Ну и второй вопрос я хотел бы сегодня вам рассказать. Сегодня, 5 июля, исполняется 10 месяцев моему каналу «Мысли об истории». То есть, ровно 10 месяцев назад я придумал этот канал, я сделал этот канал для вас, для своих зрителей, для своих подписчиков. И ровно 10 месяцев назад мой канал начал свою работу. Сегодня ровно 10 месяцев. То есть, сегодня такой маленький юбилей, небольшой. Что хочу сказать. Канал подошел к этому юбилею с неплохими результатами. Нас уже почти, буквально через несколько дней, ну, скоро настанет 4000 подписчиков. Я считаю, это неплохо. Для канала, которому всего 10 месяцев. И я уверен, что и дальше мы будем расти вместе с вами, естественно, с моими зрителями. То есть, еще будут люди приходить, кому будут интересны исторические рассказы. Еще раз напоминаю, что мой канал именно для любителей истории. То есть, исторические загадки, тайны, рассказы и так далее. Поэтому, еще раз призываю подписываться на мой канал. Приходите, пожалуйста. Ну, а под этим видео ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рад вас услышать. Сегодня у нас такой маленький юбилей. Еще что хочу сказать, уважаемые мои зрители. Наверное, за эти 10 месяцев у нас сложился какой-то свой все-таки коллектив. То есть, люди все друг друга знают, общаемся и так далее. И не только в рамках канала у нас есть группа в WhatsApp. Мысли об истории называются. Мы там тоже общаемся. Я туда прихожу, общаюсь с людьми. И тем не менее, со многими мы сдружились, друг друга получше узнали. Я считаю, это неплохо. То есть, какой-то коллектив уже сложился на данном этапе. Надеюсь, что у нас все будет... Количество наших подписчиков, зрителей будет увеличиваться. Еще раз напомню, что наш канал, это добрый канал. То есть, на нашем канале никого не оскорбляют, никого не унижают. То есть, я никому это не позволяю делать. Есть правила канала. То есть, мы общаемся доброжелательно. То есть, руганий у нас не бывает. Мы все обсуждаем все конструктивно, без руганий, по-доброму. Поэтому вот так. Хочу еще раз сказать спасибо своим зрителям, подписчикам, что вы все эти 10 месяцев остаетесь со мной. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы и дальше останетесь. И дальше мы будем с вами продолжать наши путешествия в мир тайн, загадок, приключений. Ну и, как говорится... Ну и в конце давайте японская хокку. Пустое гнездо, так же, как и покинутый дом. Выехал сосед. Спасибо, что смотрели мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, пожалуйста. Мы с вами встречаемся, все вы знаете, теперь в среду. В среду у нас стрим будет по перевалу Дятлова, как обычно. Мой канал называется «Мысли об истории». Для вас работал, как всегда, Олег. Спасибо, что приходите. Ну и по традиции я всегда говорю свою фразу. Все еще только начинается. Всего хорошего. Спасибо за внимание. До новых встреч.